Что ж, сегодня я хочу поделиться своим мнением насчет матча России против Хорватии. Стоп, вы серьезно думаете, что я на своем канале, на котором я поливал говном футбол, буду делать какие-то обзоры на матчи? Сегодня я хочу поговорить о том, как работают букмекерские конторы, и что такое коэффициенты. Здесь все очень просто. Предположим, на носу матч двух команд. Команда Говномяч из поселка Тупицы Псковской области играет с ЦСКА Москва, и ты думаешь, на кого же делать ставки? Заходишь на сайт любой букмекерской конторы, находишь нужный матч, и видишь рядом с каждой командой странные цифири. Эти цифири называются коэффициентами. Все еще проще. Чем ниже вероятность того, что команда выиграет, тем выше у нее коэффициент в момент ставок. Например, коэффициент у команды равен 1,1. Ты поставил 100 рублей, который спи***ил у мамки, и в случае победы этой команды, ты получаешь 110 рублей. 100 из которых ты отдашь мамке, чтобы не получить по***ла, за 10 рублей купишь себе спички, чтобы от отчаяния поджечь себе волосы на голове. А если коэффициент команды равен 7, и если ты по такой же схеме поставишь 100 рублей, то в случае победы этой команды выигрыш 700. 100 из которых ты отдашь мамке, остальные 600 у тебя отберет батя на бухло. Сильные команды, которые часто выигрывают, называют командами-фаворитами, а слабые, которые вечно просирают, командами-аутсайдерами. Так вот, вернемся к матчу между командой говномяч-тупицы и ЦСКА Москва. Ежу понятно, что выиграет ЦСКА, а говномяч-тупицы просрет. ЦСКА в данном случае фаворит, а говномяч-аутсайдер. Так вот, для фаворитов букмекерские конторы пишут малые коэффициенты, на которых особо состояния не сделаешь. Потому что знают, что все будут ставить на них. А для аутсайдеров букмекерские конторы, наоборот, делают очень высокие коэффициенты, чтобы повысить соблазн. То есть, если ты вместе со всеми поставишь на ЦСКА по коэффициенту 1,1, то гарантированно выиграешь свои копейки. Но если ты поставишь на говномяч с коэффициентом 7 и каким-то чудом эта команда выиграет, то ты получишь в 7 раз больше. Но это огромный риск. Но любому нормальному человеку понятно, что свои деньги ты гарантированно просрешь. И вот на таких дегенератах, которые любят рискнуть, букмекерские конторы и зарабатывают. Плюс к тому, зачастую случается, что в предстоящем матче двух сильных команд, к примеру, Мадрид и Барселона, коэффициенты примерно равны. В таком случае риск 50 на 50, и букмекерские конторы зарабатывают на тех супостаток, которые вложили все свое состояние в ставки. Ведь ставки делают не только нищие и крестьяне, но и вполне себе состоятельные люди. Что касается моего мнения, то против самих контор я ничего не имею. Даже если бы имел, все равно бы не сказал об этом, так как в будущем это мои потенциальные рекламодатели. А я уже говорил, что YouTube мой бизнес-проект, и рекламировать на своем канале я буду любой лохотрон, за который мне хорошо заплатят. Потому что сами идите на свой завод. Букмекерские конторы это не казино, там вас не обманут. Ваш выигрыш зависит только от той команды, на которую вы поставили. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях темы для новых роликов.